В любом спорте тренеры обращают внимание правилам падения. Именно падая дети получают тяжелые травмы, вывихи, растяжения и переломы рук. Этих последствий можно избежать, если уметь вовремя сгруппироваться. Правильное падение стало одной из тем обучающего мастер-класса для учителей физкультуры от заслуженного тренера России Виталия Михайлова. Ребенок же общается с учителями в первую очередь, и очень много проводит время с учителями физкультуры. А они обязаны проводить работу по профилактике травматизма, потому что у нас травматизм очень много. Падений, а ребенок и взрослые падать не умеют. Также Виталий Михайлов рассказал педагогам, что такое самостраховка. Он продемонстрировал несколько приемов, с помощью которых дети смогут чувствовать себя более уверенно на скользких дорогах, на занятиях физкультуры, спортивных соревнованиях и туристических походах. Дело, я думаю, хорошее, потому что уже приелась легкая атлетика, спорт-игры, гимнастика, учителя боятся давать много травм. А здесь что-то свежее. И для просто научиться падать, это нужно как и детям, даже пожилым людям. Каждое занятие приносит пользу и какие-то новые навыки, знания. Тем более специалисты высокого уровня класса показывают нам это. Чтобы знания у слушателей мастер-класса со временем не пропали, Виталий Михайлов разработал специальное пособие. В брошюре, которая всегда будет под рукой учителей физкультуры, он подробно и на примерах расписал, как можно избежать травм при падении. В этой брошюрке написано, сколько происходит травм, детский травматизм. Просто ужасающие цифры. Дети ломают руки, ноги, голову расшибают. И если их обучить, я думаю, половину уменьшится травматизм. В планах у Виталия Карловича проводить мастер-классы не только для учителей физкультуры, но и для воспитанников детских садов, школ и студентов.